Если средняя площадь старшего фаргового центра около 30 тысяч людей, то сегодня это 30 человек. Кредиты у нас в долларах, а ряду нам в 20 рублях. Как ты считаешь, вы переживете этот кризис? Обогротимся не сегодня, а через 6 месяцев, через 3. Надо помнить о том, что может быть еще хуже. Потому что сегодня вот так, не факт, что это дно. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Forbes Дайджест на удаленке. И сегодня у нас в гостях музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, первый вице-президент Крокус Групп. Они находятся по-настоящему в тяжелой ситуации, потому что практически весь их бизнес в офлайне, соответственно, сейчас закрыт. Эмин, здравствуй. Здравствуйте. Как настроение у тебя в эти нелегкие дни? Ну, как у всех, настроение неопределенное. Я вот сейчас нахожусь на работе, мы, в принципе, распустили большинство сотрудников, закрыли все наши торговые центры. То есть торговые центры открыты, магазины в них все закрыты. Работают только аптека и банк. Поэтому так я вчера прогулялся, очень все это выглядит грустно. Вы дали каникулы вашим арендаторам? Ну, по сути, произошло следующее. Решением правительства арендаторы вынуждены быть закрытыми. Соответственно, когда они закрыты, было бы странно, если бы мы пытались с них получить какую-то арендную плату, которая в любом случае прекратилась. Говорить о каких-то отдельных каникулах, наверное, будет нецелесообразно, потому что мы не очень понимаем, какую поддержку мы получим от государства. Мы все слышали, выступили президента. Но по факту сегодня аренду мы не собираем, объекты мы закрыты, зарплату мы платим, налоги мы вроде бы должны платить, хотя вроде обещают, что это какие-то подошли. А самое главное, никто нам не давал какие-то каникулы или послабления по нашим критерам обязательств. Как ты считаешь, вы переживете этот кризис? Ну, хотелось бы оставаться оптимистом и надеяться на то, что да, переживем. Поскольку компании Крокс уже более 30 лет, наверное, или около 30 лет, и пережили все кризисы с 98-го, там, в 2008-го. Но такого на нашей памяти нет, и мы надеемся, что это все достаточно скоро закончится. Потому что понятно, что подушка безопасности есть, но она измеряется неделями в нашем случае, потому что у нас работают свыше 15 тысяч человек. То есть просто взять заработный фонд, это уже катастрофическая цифра, без доходов мы фактически долго платить не сможем. Сейчас вы сохраняете зарплату своим сотрудникам или кого-то сократили уже? Пока никого не сократили, пока все сохраняем, ждем и следим за тем, что будет дальше. А чего ждете? Ну, с одной стороны, поддержки правительства, с другой стороны, по линии нашего планирования, хотелось бы понимать, мы планируем это на неделе, месяц, или мы планируем это до конца года. И от этого будет, естественно, зависеть, как мы дальше двигаемся. Потому что понятно, что если это месяц, и это все закончится, то да, окей, как-то мы это все достаточно без фатальных последствий переживем. Но если это продлится полгода, то есть президент сказал, никого не увольнять, не сокращать. Понятно, это то, за что мы тоже хотели бы бороться, но в то же время, а чем платить, если нет доходов? У компании доходы ноль еще есть, то есть что нам делать? Ты видишь какой-то правильный опыт в мире, который применяется к подобным бизнесу, как ваши, например? Насколько я понимаю, Россия выделила 4 миллиарда евро, Америка выделила 2 триллиона, Италия выделила 500 миллиардов евро, Испания 300 миллиардов евро. То есть, как бы, здесь вопрос денег, на самом деле, чтобы спасти все бизнесы, чтобы люди не остались без работы. Потому что все эти предприятия очень быстро могут обанкротиться, потому что никто не ожидал, никто не представлял, что по всем направлениям будет такая ситуация. И если этим бизнесам и предприятиям не помочь, то все задохнутся. У вас есть диверсификация какая-то в компании, ну, грубо говоря, помимо оффлайна, что-то, что позволит выживать? Я объясню, почему. Рестораторы, мы со многими общаемся, и ты, в принципе, тоже ресторатор в некотором понимании. Работают сейчас на доставку, пытаются как-то менять свой бизнес, делать его онлайновым. В вашем случае можно ли поддержать такую махину онлайном? Ну, конечно, нет. И у нас очень разные бизнесы. Допустим, у нас есть направление к Рокус Фитнесу. 300 человек работают, 380, если я не ошибаюсь. Мы запустили онлайн-тренировки. Ну, это 5-10 тренировок в день, которые стоят там тысячу рублей. То есть спасти многимиллионный бизнес вот таким образом невозможно. Концерты. У нас закрыто два концерта в зале. Кропустихол и Вегустихол. Соответственно, отмены десятки концертов практически каждый месяц отменены. Перевести их в онлайн – это не монетизируется. Закрыты наши торговые центры тоже. То есть это доставку, даже логистика невозможна продумать. Рестораны. Да, доставка есть, но это мизер, это даже не закроет. 10% заработного фонда. В ресторанах у меня работает около 1800 человек. Соответственно, прокормить этих людей зарплатой будет достаточно сложно, если мы рестораны не отходим. Вот и все. Касательно концертов хотел у тебя узнать. Вот модель онлайн-концертов. В ней нет пока никакой перспективы монетизации? Или это сугубо благотворительно, чтобы поддержать людей, которые сидят дома в самоизоляции только для этого? Вы знаете, я просто верю в то, что в сегодняшней ситуации думать о какой-то монетизации, наверное, достаточно бессмысленно. Потому что если мы что-то делаем, мы, конечно, хотим кого-то порадовать этим музыкой, концертами. И совершенно точно мы не пытаемся на этом заработать, нет такой цели и задачи. Я понимаю другие компании, которые пытаются монетизировать, наверное, это тоже средство выживания. Но единственный путь к решению, и это показывает опыт других стран, мне кажется, заключается в том, что политика должна оперативно отреагировать, поддержать те бизнесы, которые сейчас просто загибаются ниже минуты. Как ты справляешься с этим стрессом? Что ты можешь посоветовать людям, которые тоже являются владельцами торговых центров, концертных залов, ресторанов? Что ты делаешь, чтобы просто жить? Ну, Ярослав, я скажу так. Даже в самые трудные времена надо помнить о том, что может быть еще хуже. И то, что сегодня вот так, не факт, что это дно. И давайте верить, что все будет потихоньку улучшаться, и мы как-то выкарабкаемся из этой глобальной катастрофы. Потому что катастрофа не российская, она визитом глобальная. То есть в каждой нормальной стране сегодня похожие проблемы и трудности. Но в некоторых странах, естественно, вот этот формат реагирования, он происходит немножко быстрее, чем у нас. То есть в момент, как президент у нас выступил, мы там кишем письма, общаемся с разными госструктурами, но на сегодняшний день мы не освобождены ни от каких-то наших обязательств. И непонятно, их надо было выполнять, и выполнять, будет ли поддержка или нет. То есть если выполнить, то мы тогда ничего его не выполним дальше. Сказали, платить зарплату, когда нет доходов, из чего его платить. То есть не очень, вроде есть решения какие-то, тезис, а непосредственно инструкция к применению пока были нефти. А ты согласен, что вот эта отсрочка налогов, о которой говорил президент, это как будто отсрочка казни? Ну да, то есть как бы если у нас у всех нет доходов, у нас так налоговое время в стране достаточно высокое, если отсрочить налоги, отсрочить все обязательства по кредитам, и не амнистировать их на этот период, то откуда появятся эти деньги? Мы сейчас каждый день загоняемся в еще больше долги, тем, что платим зарплату, доходов, мы деньги отсюда пытаемся изымать, все наши счета там вычищаются для того, чтобы выполнять непосредственно вот эти первостепенные обязательства. Если еще у нас накопится за этот период налоговое время, то и кредитное, то что говорить, ну, обогротимся не сегодня, а так через 6 месяцев, через 3, то есть тогда, когда наступят в пункцию вот эти механизмы. Ваши арендаторы, да, кто у вас берет там аренду в торговых центрах, многие закрылись уже совсем? Ты же, наверное, разговаривал об этом с ними? Ну, немногие, пока как бы решение у правительства всех обязали закрыть, потому что у нас более 1000-1200 арендаторов, и в один день действительно, да, все закрылись. Это было решение правительства, соответственно, не было постановления о том, что мы закрыли торговые центры, соответственно, что мы сделали? Мы оставили в наших торговых центрах продукты, аптеки, салоны связи и банки. Ну, это из 1200 арендаторов, 20 арендаторов, которые работают сегодня. Если средняя площадь нашего торгового центра около 30 тысяч человек в день, то сегодня это 30 человек. Сколько денег потеряли? Ну, невозможно сейчас сказать, то есть я затрудняюсь сейчас обозначить цифры, потому что сколько денег потеряли и потеряем даже в процессе восстановления, пока померят трудно. Но здесь нечего жаловаться, потому что потеряли абсолютно все, мне кажется, которые, все бизнесы, которые возгладали от этой эпидемии, все это так чувствуют. Ну, на улице нет народу, понятно, что бизнес требует контакта, это онлайн, сколько. Ты обсуждал эту ситуацию со своим отцом, со старшим, со своим руководителем, по сути? Все, что я сказал, отчасти я его процитировал, потому что мы вечером сидим, вместе обсуждаем, смотрим новости и понимаем, что пока мы не видим решения, что всегда плохо, когда мы имеем цели, понимаешь, куда идти, не понимаешь, что делать, а на прошлом таком не едем. А отец сравнивает эти кризисы, которые уже были, там, 98-й год, 2008-й? Нет, мне кажется, они не сравнимы, это был дефолт, и все равно как бы бизнес продолжался. Понятно, что там все обесцелилось, закупаем в валюте, продаем в рублях, конвертируем, все как бы посыпалось. Но на улице были люди, работали наши объекты. Когда они не работают, то есть в Рокус-Экспо там огромное количество выставочного бизнеса, выставок, которые отменились, концерты отменились. То есть к этому невозможно подготовиться. То есть казалось бы, наш бизнес был настолько диверсицирован, то есть и спортклубы, и рестораны, и торговые центры, и стройка, и концертные залы, и нейбл-жара, и журнал, и медиа. Много разного. Не то, что все провалится в один день, все эти направления, в это, конечно, трудно повинясь. Ну, потому что они все в офлайне, я понимаю, что главная причина в этом. Ну, как сказать, я кажется, две трети мирового бизнеса в офлайне. Может быть, даже больше. А цены на нефть и падение курса рубля отразилось на вашем бизнесе как-то? Ну, нефтью мы не занимаемся, естественно, мы их почувствовать сразу не можем. Но то, что рубль, как бы, так провалился сильно и быстро, естественно, мы почувствуем. Кредиты у нас в долларах, аренду нам платят в рублях, соответственно, нам теперь нужно больше рублей, чтобы платить наши кредитные обязательства. То же самое с покупкой товара, импорт, который мы возим в страну. И мебель, и одежду, и мебельку там. Когда рост цен почувствуют потребители? То, что все подорожает. Это будет в апреле уже? Это будет как только, мне кажется, вот эта коронавирусная история немножко осядет, и люди будут вынуждены охарактеризовать цены. Сейчас это дело присутствует. То есть сейчас те, кто делает, они просто переклеивают ценники, да? Ну да. Ты придерживаешься самоизоляции? Какие меры предосторожности от этого вируса? Ну, меры предосторожности, естественно, да. То есть, вот я в кабинете у себя вольте один. Сижу, я провожу большинство своего времени дома. Сейчас мы живем за городом. У нас там есть место, где мы можем собираться с семьей. А там заявишь с отцом. Поэтому придерживаюсь, конечно, то есть, как бы, это же все логично, что мы сейчас с ним. Мы собираемся в больших компаниях. У тебя есть знакомые, которые заразились коронавирусом? Да, есть знакомые. Я, честно говоря, с ними не общался лично на эту тему, но их много, и я даже предполагаю, что некоторые из них завалили и выдох. То есть, это не так страшно, да, как все пишут? Как ты думаешь? Ну, я не медик, мне трудно, не гиппциалист, давать какие-то вот такие четкие ответы на эти вопросы. Но, как я понимаю, для людей там среднего возраста, ниже обычный грипп, здесь осложнение, наверное, он называет летальный искус. То есть, моим мнением это так. Ты занимаешься спортом сейчас, придерживаясь своего обычного образа жизни? Это единственное, что я делаю, занимаюсь спортом и музыкой, поскольку это то самое время, когда нервы много, и больше времени можно развить спорту, музыки, и силе. А творчество идет когда-то грустно? Идет грустное творчество. Для артистов это часто бывает большим подспорьем. Кризисы, драма, что с этой точки зрения, с твоими артистами, с фестивалем «Жара». Ну, часть фестивалей мы уже передвинули на осень, Дежидорф, Монако, мы передвинули на осень. Что касается артистов, не только «Лейблажара», всех, мне кажется. Все артисты сейчас стали безработными, все сидят дома записывают какие-то акустические версии, онлайн-концерты, выходят в премьер-эфиры, общаются с фанатами. Но доходы у всех артистов, естественно, скатились на нет, поскольку нет констроля и быть не может сейчас. Что касается артистов «Лейблажара», всех послали в студию записать альбом. Да? И как продвигается творчество у них? У нас артисты очень злитые, и у них хватает времени только выпускать синглы. И как раз это то самое время, когда вот наши топовые ребята, такие как Джонни, Камарин Варий, Бакти, Зом и многие другие могут реально записать полноценные большие работы. То есть альбомы. Я видел у тебя пост в Инстаграме, ты хвалился тем, что у вас какие-то хорошие прослушивания на песню. Есть ли активность вот по скачиваниям из-за того, что сейчас все сидят дома? Наблюдаешь ли ты хотя бы что-то хорошее в этих обстоятельствах? Какие плюсы ты можешь выделить? Наш лейбл показал то, что вот первую неделю этого ужасного кризиса люди больше слушали музыки в стриме, то есть, видимо, появилось такое желание и время. Сейчас мы видим небольшой спан, но в целом, я думаю, что как раз вот это направление кино, музыка, там, аудиопиги, они могут быть более востребованным. период, когда мы сидят дома и, в принципе, течет. Вот то, что появилось много песен про коронавирус в Apple Music, это хорошо или это ловля какого-то хайпа? Да, это неплохо, нехорошо. Мне кажется, что сегодня мир так устроен, все очень моментально происходит. То есть, ты моментально можешь писать, выложить песню, не услышать миллионы людей. Так, если тема коронавируса это такое распиаренное слово сегодня, то почему бы не сделать песню? Если завтра что-то случилось под названием Forbes, мы пели песни про Forbes. в Вьетнаме. Маски не думал, кстати, продавать? Маски, санитайзеры? Сейчас все в это бросились в интернете. Продавать нет, но вот у меня стоит. А ты помогаешь ли своей жене, у которой салон красоты? Вы, наверное, тоже его закрыли? Да, он закрыт. А чем тут помогать? Все закрыто, все мы пытаемся сейчас понять, опять же, сколько надо еще времени будет жить вот в таком режиме. Ты не думал как-то изменить направление бизнеса, о новых проектах не задумывался. Сейчас такое время, когда хочется думать, как спасти существующие проекты, естественно, для никаких новых видов. Спасибо большое за интервью. Пока-пока. Спасибо вам. Имину и другим предпринимателям, оказавшимся в такой сложной ситуации, мы желаем удачи. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова